День добрый, дорогие друзья, уважаемые любители футбола, дамы и господа! Приветствую вас со столичного стадиона «Октябрь», легендарная футбольная арена, которая, наконец, становится домом для женского футбольного клуба «ЦСК». Великолепная сегодня погода в Москве. Может быть, немного прохладно, плюс 19, и, может быть, в ближайший час еще пойдет дождь, но вряд ли он испортит прекрасную атмосферу одного из самых важных матчей третьего тура женской футбольной суперлиги. Женский профессиональный футбольный клуб «ЦСК» принимает вновь образованный клуб «Краснодар», который образован на базе футбольного клуба «Кубаночка», но и, разумеется, на базе футбольного клуба, мужского футбольного клуба «Краснодар». Много борьбы сегодня ожидается, безусловно, в центре поля. А пока Черномырдина, неплохая передача в центр, штрафной удар, низом, Щербак отражает мяч. Сложно было с полулета сложиться в воздухе и добивание организовать. Татьяна Зайцева от модели игры в три центральных защитника не откажется и применительно к матчу с «ЦСК». Онгене просачивается в штрафной удар, и это гол! 1-0, Габриэль Онгене! Улетела буквально Онгене от Анны Синько, просочилась, пробила в касание. Вот так получилось. Не самая стандартная траектория. Может быть, еще был рикошет. Попробуем мы это на повторе определить. Честно говоря, с этого ракурса очень сложно сие как-то распознать. Смирнова заброс в центр штрафной. Вынуждена выходить из ворот Татьяна Щербак с мелодиями, которые она исполняла на фортепиано. Талант, он проявляется во многом. Подача неплохая, правда, тоже сквозная. Падает на газон и зарабатывает тем самым 11-метровый Медея Жаркова. Ну вот и повтор. Подача... Ну... И... 1-1 реализует 11-метровый Полина Органова. Органова по углам. Меч. Эльвиру Тодуа. Вот так. Второй матч подряд. В весьма напряженные 45 минут. Здорово. Бесполиковый удар. Это точно в руки Татьяне Щербак. Концовку этого первого тайма забрать. Большими силами пошли вперед. Хозяйки поля. Классная была зреча. Передача завершается. Первый тайм. 1-1, однако, дорогие друзья. На 17-й минуте. Габриэль Онгене, которая прямо сейчас была на ваших экранах, счет открыла. Ну, а на 34-й с пенальти отличилась Полина Органова. Дорогие друзья, добро пожаловать на поле легендарного стадиона «Октябрь» в Москве. На второй тайм матча третьего тура женской футбольной суперлиги сезона 2020 года. ЦСКА против Краснодара. 1-1 после первых 45 минут. Поиграть универсальный футболист. Быстрый мяч из-за боковой в игру введен. Удар. Небольшой рикошет. Небольшой, но чрезвычайно неприятно. Неплохо. Щербак вновь рискованно из ворот выходила, но кулаком сыграла здорово. Подбор вроде бы оставался за ЦСКА, но небольшую оплошность совершает Валерия Беспаликова. И мы смотрим за последствиями этой самой оплошности. Контратака Краснодара. Онгене отрабатывает в глубине. Добежала-таки. И притормозила развитие атаки Краснодара. Шкода уже справа. Держу в курсе. Подача и удар. Пожалуйста. И вот так. Эйвера Тодоа в игру вступает. Предлагают игру навстречу. Подопечные Татьяны Зайцевой соперницы. И получается неплохо. Это фол, это жесткая, это желтая, которую получает Юлия Мясникова. Подача. Здорово. Удар. И Тодоа в прыжке тащит мяч. Добивание. 2-1. И это Елена Костарева. Взывает Анастасия Пустовойтова. Повернутся девушек с Юга России на свою половину поля. Два подряд удара. Не думаю я, что какие-то претензии вообще можно здесь предъявлять. Эльвери Тодоа. Все-таки удары были с близкого расстояния нанесены. С первым она справилась со вторым. Ну да, ближний угол, я понимаю, все прекрасно. Но поднималась она на ноги. И сама Эльвера претензии вполне понятные. Мощно прессинговать соперниц на чужой половине поля подопечные Максима Зиновьева. Это требуется. Поздеева вновь в атаке. Прострел опасно. Падение в штрафной. Пустовойтова указывает на точку. Вполне справедливо считается мастером по отражению 11-метровых. А пока смотрим за повтором. Контакт был, безусловный контакт между Шкодой и Беспаликовой. Падение тоже было причиной. Удар. И даже пышка от Татьяны Швербак мы не увидели. 2-2. Стремительно сравнивает счет с пенальти Надежда Смирнова. 2-2. Классная игра сегодня. Думаю, что все с этим согласятся. Так. Дарья Яковлева поле покидает у ЦСКА. В этом первом новом уникальном сезоне именно Суперлиги. Все-таки игроки. Анна Синько. Еще одна подача. Нет положения вне игры. Удар. Прикладина. И добивание выше ворот. Но уже добиванием сложно было это назвать. Мяч от Прикладины буквально влетел в голову Каби Ангене. И та сама вылетела в сетку ворот. Но момент был роскошнейший. И заметит. Но пока продолжает она сама движение с мячом по правому краю. Подача. Попытку дара через себя. Сигнализируют армейские девушки. Также три минуты компенсированы ко времени этого матча. Подача и мяч в опаснейшей близости проскакивает от штанги ворот. 2-2. Были моменты и у ЦСКА. Причем в большем количестве. При уже этом счете. Но они не были реализованы. Всем большое спасибо, дорогие друзья, за внимание. Командам огромное спасибо за шикарную, на мой взгляд, игру.